Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о плохом возревании лозы у молодых саженцев винограда. У саженцев винограда этого года посадки. Сразу оговорю, сегодня речь не про обрезку, а о том, что делать с такими саженцами. Про обрезку молодых кустов мы с вами поговорим отдельно. Итак, давайте посмотрим, как же в действительности у нас происходит возревание и в каком состоянии лоза сейчас. Конечно, на всех кустах она разная. Здесь, например, лоза вызрела хорошо и беспокоиться вообще не о чем. Но вот на этом молодом саженце ситуация несколько хуже. Но давайте с вами посмотрим вот там внизу. У нас в ямочке сидит. Вот, видите? Здесь лоза вызрела приблизительно. Так, сейчас я камеру настрою. Раз, два, три и даже четыре почки. Этого более чем достаточно. В принципе, для саженца первого года посадки нам достаточно будет всего лишь двух почек. Тем более, что, смотрите, при весенней посадке я вам показывала, что когда вы садите, хорошо бы, чтобы пару почек у вас было под землей. И вот этот саженец у меня посажен таким образом. Вот, видите? У него этот побег выходит прямо из земли. То есть там еще есть несколько почек. Про запас. И мне в данном случае волноваться вообще не о чем. Единственное, конечно, что сейчас он в лонке. На зиму мы эту лонку прикопаем, сравняем с общим уровнем. И такой малыш замечательно перезимует. Еще один пример саженца весенней посадки. Ну вот здесь вот лоза как бы не до конца дозрела. Здесь пасыночек совсем зелененький. Ну, смотрите, а какая мне разница, дозрела бы она здесь, не дозрела. Вот по сравнению с ручкой, посмотрите, толщину лозы. Да хоть бы она на метр вызрела. Толку с этого никакого-то. Слишком тонкая лоза, и все равно такую лозу надо обрезать коротко. Но по обрезке мы еще будем разговаривать. И вот, смотрите, внизу несколько почек у меня вызревших. Даже обратите внимание, вот на пасынке, вот он зелененький, а вот эта почка вызревшая, она перезимует. И вот эта перезимует, и вот эта перезимует. Вот там. До этого мне более чем достаточно. И плюс еще, повторюсь, я знаю, что при моей посадке еще и там, в почве, есть несколько почек. Но здесь запас-запас. Более чем достаточный для следующего года. И для такого состояния растения. Я вам специально много показываю примеров, реальных примеров, чтобы вы видели, как это бывает. Вот здесь панбонд. Этот саженец у меня был прикрыт немножко еще, видите? Есть зеленая масса. Но вот здесь какое-то идет как бы вызревание. Да, листик вот еще живой, зелененький. Не все, конечно. И смотрите, стоит ли мне волноваться здесь. Вот она граница вызревшего и невызревшего. Вот. И там пару почек в земле есть. Все, мне достаточно. Я с ним не буду делать ничего. Если бы, конечно, вот это вот, вот здесь тоже было вот такое зелененькое. Да, это был бы повод для волнения. А так все замечательно. Прекрасно он у меня перезимует зиму. И вот этого мне будет вполне достаточно для того, чтобы он нормально рос в следующем году. Тем более, что все-таки пока что еще не зима. И в данном конкретном случае, вот он у меня был накрыт, я его накрою обратно. И еще пару неделек он побудет в таком состоянии. А теперь посмотрим другой пример. Вот здесь хорошо видно, потому что это школка. Смотрите, саженец вызрел приблизительно вот так. Ну, а дальше уже все под сомнением. Что делать с такими саженцами? Опять же, напомню, что нам на самом деле надо всего лишь две почки. И они здесь вызревшие есть. Я вот сейчас перевожу камеру на другой саженец, чтобы вам показать. Вот смотрите, здесь вызревание лозы приблизительно вот до сюда. Да? У нас вот здесь все хорошо. И вот в этом месте, вот смотрите, где побег этого года отходит от основного черенка, здесь на самом деле почек может быть много. И какая-то из них точно пойдет в рост. Поэтому, если вы видите вот такое вызревание, то, в общем-то, волноваться вам сильно не о чем. Если у вас еще вы садили, так как я, когда пару почек оказалось под землей, вы вообще замечательно. Если вдруг все это оказалось сверху, хорошенько на зиму укрываем. И даже вот такое вот, немножко не до конца дозревшее, на самом деле при хорошем укрытии может перезимовать. Поэтому волноваться сильно не о чем. Вот смотрите, у меня тут кое-кто даже листики до конца не сбросил. То есть, ну вот, так, листик нам мешает. Вот, пару сантиметров здесь есть. Дальше, видите, пошло уже зелененькое. Но вот этого будет достаточно. Отсюда потом могут почечки пойти. Даже вот это, в принципе, вполне может пойти. И в таком случае земля станет самым лучшим укрытием. Если садили низковато, значит, вообще замечательно все вот так вот засыпаем. А если посадка более высокая, получилось, и у вас, например, саженец растет, ну вот так, как в данном примере, значит, сверху насыпаем хороший холмик, сантиметров 20-30, не ленимся. И такой саженец замечательно перезимует зиму. Единственное, сверху не забудьте накрыть пленочкой. А вот это пример, когда следует волноваться. Видите? Вот здесь все, ну, совсем зелененькое. Вот совсем-совсем. Даже теоретически, конечно, вот здесь какая-то почечка может вызреть. Но дальше, видите, ну, совсем все зеленое. Вот такой саженец, конечно, зиму не переживет. И какие у нас тут есть варианты? Можно, конечно, пробовать как-то его утеплять на месте, ставить ему там банки сверху, засыпать землей, пробовать. Может быть, получится ему перенести зиму. Но под вопросом, что все-таки, ну, он сильно и значительно отличается от тех примеров, которые я вам показала до этого. Самый надежный способ будет вот этот саженец выкопать и занести его в подвал. Все, вот там он зиму точно перезимует. При том, что к весне он может выйти вот ровненько таким же зеленым. В некоторых случаях иногда вот эта лоза может дозревать, если уже процессы какие-то начались. В некоторых случаях она может и не дозревать. Но вот здесь, смотрите, несмотря на то, что вот верх зелененький, низ имеет замечательное вызревание. И такой саженец вполне переживет зиму, разумеется, при укрытии. Укрывать таких малышей можно хоть сейчас. Ну, разумеется, мы вот эту вот совсем зеленку у них убираем. То есть конкретно у этого я чуть-чуть с запасом вот так вот могу отрезать, землей прикопать и все с ним будет хорошо. Так что в первую очередь мы оцениваем, насколько действительно наши молодые посадки не вызрели. И уже в зависимости от этого принимаем решение. И если ваши малыши, даже будучи под укрытием, остались вот такие совсем зелененькие, то выкапывайте их перед наступлением уже таких более-менее заморозков, когда вы понимаете, что то укрытие, которое вы сделали, может у вас не сработать. Ну, а если хоть пару почек вызрело, значит волноваться нам, в общем-то, не о чем. Но какой у нас алгоритм действий? Если у вас такие саженцы сейчас находятся под временным укрытием, пусть пока еще побудут под временным укрытием. Ну, мало ли там еще, может быть, какая-то капелька дозреет. Но если они у вас находятся в совсем открытом состоянии, то тут все зависит от вашего желания и возможностей. Можно уже начинать готовить их к зиме, можно уже засыпать вот эти лунки, можно засыпать землей сверху. Ну, либо можно еще немножечко подождать, потому что несмотря на то, что прогнозы погоды говорят о том, что сейчас у нас могут прийти отрицательные ночные температуры, они не сильно отличаются от того, что у нас там был мороз неделю или две назад. То есть уже тот мороз, который как бы был и что-то мог сделать, он уже сделал потом. Сейчас как бы вы смотрите сами по вашим возможностям. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. До новых встреч!